В сентябре прошлого года Европейский парламент одобрил резолюцию о важности сохранения исторической памяти для будущего Европы, которая прямо обвиняет СССР наряду с фашистской Германией в развязывании Второй мировой войны. О Мюнхенском сговоре в Европе предпочитают не вспоминать. Обвинять нашу страну, тогда Советский Союз, в развязывании Второй мировой войны, это подло, вот дословно, подло, да, так пишет об этом наш президент. И с этим нельзя не согласиться. В этой подлости кроется, в общем-то, серьезная угроза будущему мировому сообществу, о чем президент тоже напоминает. Потому что существующий на сегодняшний день миропорядок, то есть вот тот мир, который поддерживается под эгидой Организации Объединенных Наций, он был заложен по итогам Второй мировой войны. Для каждого россиянина Великая Отечественная война не перечень даться страницы учебников. А что-то глубоко личное, с болью и скорбью, отзывающееся в сердце даже сейчас, спустя 70 с лишним лет. Наши прадеды не просто отстояли родную землю, они ценой своих жизней освобождали соседние страны, помогали им восстанавливаться после войны. При том, что Советский Союз пострадал больше, чем кто-либо. Вся страна лежала в руинах. Мы, в общем-то, нечасто задумываемся, что мы-то не у немцев войну-то выиграли, а у Европы всей. В Норвегии была группа, немецкая группа, после оккупации Норвегии немецкая группа была. Потом Финляндия, которая с нами воевала. Прибалтийские страны, которые сразу же в 41-м году дружненько стали под знамена немцев. Вот, поляки, вот даже у нас похоронены военнопленные поляки, то есть поляки много очень за немцев воевало. Россия не стесняется честной и неприкрытой правды о войне, потому что наряду с махровыми историями о хлебе-соли у нас есть настоящие герои. Те, кто бросались на амбразуру, шли на таран, совершали нечеловеческие усилия, чтобы приблизить великую победу. Мы знаем примеры истинной отваги и мужества. Нам ни к чему приукрашать и обелять своих соотечественников. Их подвиги подтверждают архивные документы, воспоминания очевидцев. Чем, я считаю, ценна еще статья Владимира Владимировича, тем, что она, как бы, заявляет о том, что никакой ползучей реабилитации, власть, общего и коллаборационизма, тех людей, которые сотрудничали с гитлеровским режимом в годы Великой Отечественной войны, быть не может. А таких попыток у нас в последнее время наблюдается и довольно в большом количестве. Настало время честно и открыто обсудить будущее всего мира. Владимир Путин предложил провести саммит Большой Пятерки. Лидеры этих государств инициативу поддержали. Не может быть сомнений, что саммит России, Китая, Франции, США и Великобритании сыграет важную роль в поиске общих ответов на современные вызовы и угрозы. И продемонстрирует общую приверженность духу союзничества. Тем высоким гуманистическим идеалам и ценностям, за которые плечом к плечу сражались отцы и деды. Опираясь на общую историческую память, мы можем и должны доверять друг другу. Это послужит прочной основой для успешных переговоров и согласованных действий ради укрепления стабильности и безопасности на планете. Ради процветания и благополучия всех государств. Без преувеличения в этом заключается наш общий долг и ответственность перед всем миром, перед нынешними и будущими поколениями. Ответственность лежит на каждом из нас. Пока 9 мая по всей стране идет бессмертный полк, а на мемориалах не вянут цветы, пока в каждой семье бережно хранят память о своих героях, информационные атаки не достигнут своей цели. Ангелина Рязанцева, Антон Латышев, Андрей Зарубин. События дня.